Слава нашему Господу! Перед тем, как мы будем принимать причастие, я хотел бы прочитать сегодня два текста из Нового Завета и поразмышлять над этими текстами, кунуться в них, что Бог говорит нам сегодня. Первый текст, прошу, если у вас есть Библия, откройте это Евангелие от Матфея, 5 глава. И мы будем читать с 23 стиха. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись и с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Посмотрите, друзья, очень важный и очень интересный стих. Человек берет жертву и приносит эту жертву пред жертвенникам, чтобы принести ее Богу. И у нас в церкви есть очень много таких служений. Ну, например, есть такой жертва общительности. Это тоже жертва, которая угодна Господу. Когда мы находим время и мы общаемся с людьми, разговариваем, выслушиваем, делимся. Библия говорит, жертва общительности. И мы делаем это ради Господа. Также есть и другая жертва, жертва хвалы, жертва уст наших. Когда мы хвалим Господа, когда мы поем Богу, прославляем Его, и группа прославления, она помогает нам это делать. Мы как бы приносим жертву Богу. Этот фимиам, который духовно возносится в небеса, жертва уст наших, мы приносим это пред Господом. И, конечно же, есть еще и материально, когда мы жертвуем от нашего имения, от того, что Бог дает нам в этом материальном мире. Заботиться, и мы приносим еще и приношение, и жертву материальной Богу. Вы знаете, у нас есть такой проект, как килограмм, когда мы идем в магазин, лента там, или еще какой-то продуктовый магнит, покупаем для себя продукты, и потом мы еще дополнительно мы покупаем килограмм какого-то продукта, не скоро портящего, который используется на служение людям, находящимся в нужде, либо на благотворительной кухне. Это тоже своего рода жертва материальная, когда мы делаем это. И можно говорить еще и о других вещах жертвы, которые есть в христианстве. Вот посмотрите, Христос рассказывает, Он говорит, Он говорит, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, то есть, если ты что-то хочешь принести Богу, может быть, это даже твое время, твои способности, где-то ты посвящаешь часть своей жизни на служение Богу. Я знаю, у нас в церкви очень много людей, которые посвящают свою часть своей жизни на служение Богу. Они не получают за это ничего. Они могли бы быть дома, быть своей семьей или что-то делать, но они посвящают. Это тоже важно. И вот Он говорит, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, ты хочешь принести Богу что-то, и вдруг там ты уже принес, и вдруг там, возле жертвенника, ты вдруг вспоминаешь. То есть, тебе на память приходит. Это удивительное место. Мы приходим в Дом Божий, мы приходим к Богу, мы приходим к Его жертвеннику, и вдруг в Доме Божьем с нами что-то происходит, мы что-то вспоминаем. Я верю, что Дух Божий в собрании, Он нам напоминает некоторые вещи, напоминает некоторые вещи хорошие, иногда, может быть, наши ошибки напоминает, чтобы мы не совершали их вновь и вновь. Но очень часто Духом Божьим Он обличает нас. Он показывает нам, что мы что-то сделали неправильно. И вот здесь похожая ситуация. Господь говорит, ты пришел пред лицо Господа, принес дар твой к жертвеннику, и там вдруг ты вспомнил. Здесь конкретно случай Он написан, вдруг ты вспомнил, что ты обидел кого-то. И да, и человек, брат твой, он что-то имеет против тебя. И дальше Христос дает ясную, четкую рекомендацию. Он говорит, твоя жертва, она не будет принята Богом до тех пор, пока ты не войдешь в состояние мира и покоя. Есть две вещи. Когда мы теряем мир с Богом, и вторая вещь, когда мы теряем мир с людьми. Если мы читаем 10 заповедей, которые Господь дал израильскому народу, мы можем ясно и видеть там, что есть часть заповедей, которые человек согрешает, нарушает их, он грешит конкретно против Бога. Но другая часть заповедей указывает на то, что человек грешит против человека. То есть есть два вида греха. Нет такого большой или маленького, но два вида греха есть. Грех против Бога и грех против человека. Если я грешу против Бога, я теряю мир с Богом. Но могу находиться в таком в мире с людьми. Но если я грешу против людей, я теряю мир с людьми, и далее я теряю мир с Богом. Поэтому мы должны всегда находиться в мире. Мир. Посмотрите, Господь говорит, когда ты вдруг вспомнишь, что у тебя нет мира с людьми или мира с Богом, Он говорит, оставь твою жертву, оставь твою жертву. Бог не примет ее, пока ты не войдешь в мир, когда ты не примиришься, пока ты не войдешь в покой. Оставь там дар твой преджертвенникам. То есть Он говорит, нет-нет, преджертвенникам дар свой оставь. Но пойди и исправь ситуацию. Он ясно указывает и говорит об этих важных вещах. Мы должны иметь мир внутри нас. Мир с Богом и мир со всеми людьми. Апостол Павел подтверждает слова Христа. Он говорит, обращаясь к церкви или к посланию к евреям, он говорит конкретно, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы должны стараться иметь мир со всеми. Поэтому, если ты пришел сюда в это собрание, вдруг ты чувствуешь, что у тебя нет мира, что-то тебя тревожит, беспокоит. Может быть, ты пришел и Бог напомнил тебе о твоем грехе. Что-то ты делаешь. И Он говорит тебе, ты согрешил против Меня или ты согрешил против людей. Он говорит, остановись. Остановись. Исправь ситуацию. Дальше, 25 стих. Он говорит о последствиях, которые могут прийти. Он говорит, мирись с соперником, опять слово мирись, происходит от слова мир. Мирись с соперником твоим скорее. Почему скорее? Почему Он торопит людей? Скорее. Пока ты на пути с Ним. Вот почему? Потому что соперник может отдать тебя судье. А судья, как Бог справедливый, как справедливый судья, Он отдаст тебя слуге. А у Бога есть слуги. И дальше Он говорит, и слуга ввергнет тебя в тюрьму. И знаете, я вам скажу, это серьезные вещи. Когда мы не имеем мира с Богом, или мы не имеем мира с людьми, и мы не желаем исправить ситуацию, не желаем покаяться, не желаем обратиться от наших греховных дел, не идем навстречу к людям, чтобы примириться с ними, мы попадаем в тюрьму. Или у нас есть опасность попасть в тюрьму и находиться в тюрьме. Быть на свободе, ходить в церковь, молиться, читать Библию, приносить свои жертвы, но тем не менее одновременно быть в тюрьме. Это страшная картина, страшная ситуация. Знаешь, что здесь есть люди, которые были в тюрьме? И мне тоже не так много, но мне, ну, как, посчастливилось, не скажешь так, что посчастливилось. Но у меня есть определенное понимание, это не то место, где ты можешь быть счастливым. Это место замкнутости, это место, где находятся люди, которые готовы оторвать от тебя последнее, съесть, сожрать тебя. Тюрьма – это место, где нет свободы, где нет радости, счастья, все, все наиграно. Ты не можешь сделать то, что ты хочешь. Ты не можешь выйти, подышать свежим воздухом, но если дышать, то только один час, и глядя в небо, через решетку. Это тюрьма, это такое место, где ты кушаешь только то, что тебя дают, и это не та пища, которую ты можешь есть сам, или захотеть что-то поесть. Вы понимаете, я стараюсь вам показать духовное состояние человека, когда человек, не желая бороться, не желая изменить что-то, вспоминая о том, что он делал пред Богом неправильные вещи, или пред людьми, не хочет, не хочет исправить ситуацию. Он говорит, Бог говорит, делай это быстрее, потому что ты, иначе ты попадешь в тюрьму. И дальше еще страшнее, он говорит, истинно, говорю тебе, он подтверждает, и он говорит, ты не выйдешь из этой тюрьмы, когда ты в нее попадешь, в эту духовную тюрьму, ты не выйдешь из нее, пока все не потеряешь. Ты потеряешь все. А сейчас я еще хочу один текст, уже касательно причастия, апостол Павел дает наставление касательно хлебопреломления. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Он предупреждает церковь, и он говорит о том, что прежде чем принимать хлебопреломление, участвовать в этой заповеди, мы должны кое-что делать. Не просто так я пришел, выпил вина, пригубил, хлеб поел, и аллилуйя, я пошел. Он говорит, нет, прежде чем принимать причастие, ты должен кое-что сделать. И если ты это не сделаешь, в жизни твоей будут проблемы. Очень часто можно наблюдать верующих людей, которые находятся в болезни, в немощи, и в результате даже умирают, в результате этой немощи и болезни, по причине того, что они не делают перед причастием то, что Бог заповедовал делать. Итак, посмотрите, 28 стих. Апостол Павел пишет, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, друзья, посмотрите, прежде чем есть этот хлеб и пить из этой чаши, что нужно сделать? Не слышу. «Испытывать». То есть нужно испытать кого? «Себя». «Себя». «Не жену рядом стоящую, не мужа, не брата, сестру». Библия говорит «себя». Итак, прежде чем принимать хлеб и вино, я должен испытать себя. Мне нравится, что есть некоторые верующие христиане, которые испытывают себя не только тогда, когда они приходят в церковь перед причастием, сейчас испытывают, но они готовятся к этому заранее. Они начинают испытывать себя еще с пятницы. субботы. Они испытывают себя. А что же мы должны, а что же, ну в чем же мы должны себя испытывать? Испытать себя. А вот, а какой я христианин? В этом я должен себя испытать. А не согрешил ли я против Бога? А не согрешил ли я против людей? А имею ли я мир с Богом? Нахожусь ли я в мире с Ним? И имею ли я мир с людьми? Примирился ли я? 29 стих, обратите внимание, он поясняет, почему это нужно делать, почему перед причастием мы должны испытывать себя. Он поясняет, 29 стих, ибо, то есть он говорит, потому что, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оказывается, вот оно, если я не испытываю себя, отношусь к этому так, несерьезно, я попадаю под осуждение. Я сам себя, принимая этот хлеб и это вино, это вино, не испытывая свое внутреннее духовное состояние, я сам себя осуждаю. Тот ест и пьет в осуждение себе. Вы понимаете, чаша, которую мы принимаем, и хлеб, они могут быть нам в осуждении. То есть ты взял чашу, выпил, пригубил и осудил себя. А и другая вещь может, ты взял чашу, принял ее, и благословение получил. У нас в церкви мы не преподаем причастия детям, которые не знают Господа еще. Может быть, слышали о Боге, но они лично не рождены свыше. Мы не преподаем причастия. Более того, мы не даем причастия людям, которые не посвятили свою жизнь через водное крещение осознанно. не посвятили свою жизнь Богу, мы не преподаем причастия. Почему? Потому что мы переживаем за таких людей. Если мы будем раздавать причастия всем, Библия нам ясно говорит, участвующий в этой заповеди, недостойно, не испытывающий себя, свое духовное состояние, попадает, с принятием хлеба и вина, попадает в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Вы знаете, что значит рассуждать о теле Господнем? Некоторые так, ну вот они пришли, и они рассуждают о теле Господнем, но себя не испытывают. И это тоже неправильно. Испытывая себя и рассуждая о теле Господнем, это должно быть вместе. То есть я пришел, да, посмотрел на крест, ой, Иисус страдал, даже так заплакал, Господи, как Тебе было тяжело, Ты умирал за мои грехи. Эта история, она повторяется. Помните, когда Христос, Он нес крест, и женщины плакали. Они встретили Его на улице, окровавленного, несущего крест, и они плакали. Помните, что Христос сказал им? Он говорит, женщины, не плачьте обо Мне, плачьте о себе, и о детях Ваших. Почему Он так сказал? Потому что Он умирал за их грехи. И вот испытывать себя и рассуждать о теле Господнем, когда я испытал себя и нашел, что у меня нет мира с Богом или нет мира с людьми, я испытал себя, и дальше я начинаю рассуждать, да, Твой крест, Твое тело было отдано за Меня. Следом должно приходить покаяние. Господи, прости меня. А далее должно быть изменение. Я получаю прощение, и как плод покаяния я должен изменить ситуацию. Если я покаялся, попросил у Бога прощения, и кровь Христа омыла меня, очистила, следом я должен пойти исправить ситуацию. Мы не должны участвовать в заповеди, находясь в грехе. Гордость, зависть, нечистота этого мира, порнография, многие христиане увлекаются ей, злоба, раздражение. Посмотрите. Матфея, 5 глава, 22 стих. Иисус говорит, «Говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Гнев напрасно. Напрасно. Не из-за чего? Из-за чего ты разгневался? Из-за чего? Не так тебе сказали, не так к тебе отнесли, не поздоровались с днем рождения. Один брат пишет, «Меня никто с днем рождения не поздравил». Ну, я же не обиделся на тебя, что ты меня с днем рождения не поздравил. Ты не поздравил своего пастора с днем рождения, ничего не написал. Ну, я же не обиделся. Ну, вот я обижусь на всех вас, что вы меня, вот уже добрая половина меня с днем рождения, что не поздравили в июле меня с днем рождения? Да я набижусь на вас и скажу, не буду больше проповедовать, ничего говорить не буду, закроем церковь и все. Ну вы согласны или нет? Ну из-за чего? Какая причина? Я хожу пред Богом, я хожу пред людьми, какая глупость. Я лишаю сам себя мира, нахожусь в тюрьме до такой степени, что не могу перешагнуть порог дома молитвы. Разве это не тюрьма? Тюрьма. 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 Какая глупость. Христос отдал за нас свою жизнь. И мы размениваем этот мир на какую-то мелочь. Мелочь. Братья и сестры, нам же жить еще на небесах вечно. Тетя Светлана, на небесах вечно там будем. Видите друг, мы же вечно будем там. Нравится вам мое лицо или нет? Но на небесах мы живем, будем жить вечно. Рядом там. Все будем, да. Мой сын все норовит из дома уйти. Друзья мои, это правда. Мы должны себя испытывать всякий раз. Чаша, которую мы принимаем, хлеб, который едим, это благословение. Бог дал эту заповедь, чтобы через нее люди получали благословение. Я в это верю. Мы приходим, мы испытываем себя. И если я что-то нахожусь, я склоняю свое сердце, колени, если могу. Господь, прости меня. Я вспомнил, да. Не просто ты вспомнил. Дух Святой напомнил тебе. Живущий внутри тебя Святой Дух напомнил тебе. И показал, что темно. Что есть что-то темное, серое. Боже, прости меня. Да. Это так. Прости. Я виноват. Я согрешил против тебя. И Библия говорит, если мы исповедуем грехи наши Богу, Он, будучи верен и праведен, Он простит нас. И Он очистит нас. Мы все несовершенны. И пастор тоже несовершенны. Мы все несовершенны. Мы люди. Мы стремимся, чтобы быть похожими на Христа. И я очень хочу быть похожими на Христа. И я хочу, чтобы наша церковь была похожа на Христа. Чтобы люди того мира, глядя на нас, показывали пальцем на этот дом и говорили, там Бог живет. Это моя мечта. Там живет Бог. Чтобы люди, видя наших детей, они говорили, это особенные дети, не простые дети. Это дети святых родителей. И тогда они будут приходить сюда. К Богу будут приходить сюда, потому что здесь живет Бог. И Он живет через нас. Мы являем людям Христа? Вот являю ли я людям Христа или нет? Или я уже со всеми соседями поругался, поссорился? Мы попадаем в некую тюрьму. Но Бог дал нам эту заповедь, чтобы мы имели благословение через исполнение этой заповеди. Я слышал много историй, когда во время причастия Бог исцелял от неизлечимых болезней человека. Женщина берет, принимает вино в чашу. Потом рассказывает, говорит, знаешь, пастор, огонь какой-то сошел на меня. Когда я пригубила эту чашу. Больная была. Врачи поставили диагноз смертельный. Пошла в больницу, делает анализы. Говорит, ничего нет. Не верю. Пошла в другую больницу, делает анализы. Ничего нет. Она говорит, я поняла, Бог меня исцелил, когда я принимала чашу. Она была благословением. Но знаете, Библия говорит в послании Коринфинам, 11 глава, 30 стих. Послушайте. Когда человек принимает причастие, не имея мира с Богом и мира с людьми, написано 30 стих. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Это опасная вещь, братья и сестры. Приняв вино, там написано, что можно подхватить? Немощь, болезнь и немало умирает. Немало, это не один-два. Немало. Если бы мы сами себя судили, испытывали, то не были бы судимы Богом. А так как мы себя не судим, тогда мы судимы. Бог наказывает нас. Потому что Библия говорит, Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Он слишком добрый. Он слишком добрый, поэтому Он нас наказывает. Почему я так говорю? Потому что Бог хочет, чтобы мы все были на небесах. А когда я теряю мир с Богом и мир с людьми, я погружаю себя в темницу и лишаю себя вечности, пребывая в таком состоянии. Поэтому Христос говорит, скорее, скорее измени что-то, поправь себя, поправь свой святильник скорее. Потому что ты не знаешь, что может произойти с тобой. Сегодня или завтра, не знаешь. Будучи же судимы, мы наказываемся от Господа, 32 стих, чтобы не быть осужденными с миром. Потому что когда приходит наказание, тогда мы все каемся. Тогда мы сразу у всех просим прощения. Мы всех становимся, сразу всех мы любим. Мы сразу готовы, Господи, скажи, что делать я буду делать. Мы молимся так горячо и всех просим у Бога прощения, мы примиряемся со всеми. Что нет? Да. Надо нам это. Неужели вы думаете, что Бог вот только и ждет? Давай, сейчас пригуби, и я тебя стекану плеткой. Вы думаете, так Бог хочет? Нет. Это вынужденная процессия, потому что перед этим Он напомнил тебе, а ты не захотел. Ты либо не захотел испытывать себя, либо пришел, Он напомнил тебя, ты не захотел исправить ситуацию. Отнесся к этому так легкомысленно, а раз ты отнесся к этому легкомысленно, тогда Бог принимает меры, чтобы ты отнесся к этому серьезно и начал размышлять о теле Господнем, не пренебрегая страдания нашего Господа Иисуса Христа. 33 стих. Посему, братья мои, Он говорит, собирайтесь на вечерю и друг друга ждите. О чем это говорит? Друг друга ждите. Знаете, когда мы кого-то видеть не хотим, мы говорим, давай быстрее. Все, решим, чтобы... Быстрее бы причастия. Или... Спрашиваю, а почему вы сидели там, а потом место дислокации поменяли, сели здесь? Дует, что ли, там сильнее вам, чем здесь возле окна? Почему? А там просто сестра, она поругалась с ней, сидит там рядом. Зашла в зал, пошла к своему месту, смотрит, а там та сестра, с которой она поругалась. Она развернулась и пошла, села здесь. Довольная сидит. Господа прославляет. Вы что? Разве это так гоже? Женегожа так. Женеправильно. Вы думаете, вы так на небо так попадете? Нет. Нет. Давайте мы сейчас, перед тем, как будет хлебопреломление, молитва, мы испытаем себя. Библия говорит, если сердце ваше осуждает вас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца. Если сердце вас не осуждает, мы имеем дерзновение, то есть, мы можем смело приходить в Божие присутствие, приносить жертву Богу. Но если осуждает, то Бог осуждает нас. Он обличает нас, чтобы мы исправили ситуацию, чтобы мы приняли причастие достойно, испытали, привели в порядок свое сердце и достойно приняли. И если ты, кого-то из людей, с кем-то у тебя потерян мир, нужно покаяться, а потом пойти после собрания и решить этот вопрос. Написать письмо, если это возможно, потому что бывают и такие случаи, когда уже и невозможно. Я помню, страшная такая была для меня картина. Пришла женщина одна в церкви, в церкви у нас. Пришла, говорит, Денис, помолись, я не могу, не могу простить свою маму. Вот она мне когда-то больно сделала, очень сильно. Не помню подробности, то ли прокляла ее там она в молодости, то ли еще что-то сделала. И она говорит, я не могу ее простить. Ну, я говорю, сестра, ну, вам нужно пойти к ней, примириться как, поговорить с ней, может быть, посидеть откровенно, поплакать. А она мне, знаете, говорит такую вещь, да она 10 лет назад умерла уже. Я думаю, как страшно, человека уже нет, уже нет 10 лет, а она не может простить. в такой тюрьме, в такой тюрьме, уже 10 лет сидит в тюрьме. Я говорю, что вы? Отпустите. Отпустите ее. И мы молились, чтобы Бог ее, ну, простил, дал ей свободу. Испытайте свое сердце. Когда мы испытаем, мы можем есть и пить от хлеба сего. И это будет нам благословение. Аминь. Давайте встанем, наши ноги, помолимся. Аминь.